Александр Григорьевич, концерт им придубило. У меня такой вопрос. Вот вы говорили сейчас про деноцификацию. И одни уж уйдут, другие придут. И очень большую роль на данный момент, на мой взгляд, играют как раз таки медиа. С этим мы столкнулись здесь в 2020 году. И с этим мы боремся сейчас, в 2022-м, уже и 3,5 тысячи погибших российских солдат якобы там есть. И там бомбят города Киев. На ваш взгляд, что нам нужно сделать с точки зрения именно информационной войны? Она объявлена нам давно. Ну, например, вот наш телеканал РТИ, в принципе, уже запретили практически по всему миру. Знаете, хочется что? Я тебе скажу, чтобы долго не говорить. Разберитесь в России со своими каналами и средствами массовой информации. Если вы говорите, что идет война, так, пожалуйста, вы поступите так, а американцы поступают. Так, как другие страны поступают. Посмотрите, сколько у вас этой грязи выливается на тех ребят, которые сегодня под пулями, под бомбежкой, погибшие, раненые, искалеченные в этой Украине борются против, как Путин сказал, бандеровцев. Вот что надо решить, какой вопрос. Что нам на них кивать с этой информационной войной? Будут эти фейки? Будут в этих телеграм-каналах вкидывать вот фейки? А какие фейки? Слушайте, дошли до того, что взяли компьютерную игру, наверное, вы видели, какая там идет война и как украинцы сбивают самолеты. Ну, смех. Смех. Я просто погружен в один из боев, которые происходили на территории Украины вчера, когда атакованы были Су-25-е, штурмовики. Ну, штурмовики, считай, тактическое оружие, были атакованы украинскими МиГами. Чтобы не потерять ни самолеты, ни людей, российские самолеты развернулись и ушли оттуда. Они даже не ведут войну. А что такое было уничтожить МиГ-29? Что такое это старый самолет? У нас они несколько осталось, мы их выводим из вооружения. Ничего. Но россияне не тронули их. Они развернулись и ушли. Поэтому пусть они не врут и не показывают эти фейки, на это противно смотреть. Но, Константин, народ не тот. Уже зерна от плевел отделяет уже народ. Поэтому, что бы там они ни говорили, как наши сегодня беглые зовут, выйдите тут, мы устроим чего-то. Слушайте, ребята, это не 20-й год. Это очень плохо обернется. Мы сделали выводы из 20-го года. Поэтому не надо тут звать этих людей. И наши люди уже понимают, что им же надо деньги, им надо финансирование. У них уже миллионы на счетах. Свои деньги эти не хотят на ворованные тратить. Хотят, чтобы заплатили. Американцы и поляки говорят, заплатим. Но результат должен быть. Войнушка должна быть в Беларуси. Кто из наших, даже инакомыслящих, себе позволит прийти и воевать тут против Лукашенко там и республиканского референдума? Кому это вообще нужно здесь в Беларуси? Нет, все равно толкают. И даже Зеленский обратился к белорусскому народу по поводу... Слушайте, я такими фразами в отношении его уже и не говорю. Слушайте, они нам небо закрыли, боевиков готовят, железную дорогу запретили. И он обращается к нам, чего-то просит. Будьте вы белорусы белорусами. Да вы будьте людьми. Зачем вы это делаете? Даже американцы этого не делают. Что они делают? Чтобы понравиться. Чтобы получить финансирование. Для чего? Для войны. Поэтому мы, считай, уже эту информационную войну пережили. Мы ее четко понимаем у нас и в России. И она уже не такая страшная и опасная. Просто люди уже начали понимать кое-что. Продолжение следует...